Всем привет! В этом видео я вам расскажу, как же турки проводят карантин, потому что у нас немножко вышли споры, недопонимания, некоторые очень идеализируют турок, и, собственно, многим интересно, а как, собственно, они-то чем-то не занимаются дома, когда сидят на карантине. Итак, приступим. Многие думают, что мусульмане не употребляют алкоголь, они все-таки праведные, религиозные, да? Очень много нарушается правил, которые религиозные, и сейчас я это видео снимаю до месяца Рамазана, естественно, до Великого Поста, который бывает раз в год, но все же я рассказываю о турках, которые живут в Стамбуле, потому что я живу в Стамбуле, да, среди каких-то моих знакомых, о моих соседях, кого я вижу, с кем я общаюсь. Когда только у нас начался карантин, напомню, что мы уже полтора месяца на нем, уже ближимся к оканчиванию двух месяцев, первое время все начали скупать все, что касаемо ремонта, всякие, нельзя было в магазинах, вот у меня перегорели пару лампочек в люстре, она у меня такая специальная, там определенная лампочка есть, я нигде не могла купить лампочки, особенные на свою люстру, потому что магазин Коя считает, что типа нашего Леруа, он был закрыт возле моего дома, я заказывала на сайте в интернете просто доставку. Лампочки были раскуплены в ближайшем там магазине таком, типа Мигрос, в котором большом есть отдел там с бытовой всякой техникой домашней. Молотки, гвозди, всякие ремонтные штуки, клей, например, или там проклейка каких-то окон, утеплитель, вся фигня, все было скуплено, потому что все начали делать те, скажем так, ремонтные домашние работы, до чего раньше не доходили руки. Вторая волна через отделку, через две, когда уже все насытились ремонтом, все активно начали скупать всякие, ну уже ближе нет, вру, к концу первого месяца начали активно скидки появляться и скупать спортивный инвентарь, коврики, резинки, всякие валики, гантели, в общем, люди начали заниматься дома спортом. Но до этого очень активно, я это написала в комментариях, мне там подписчица писала, нет, это неправда, турки не пьют, все начали бухать, чтобы уйти от психозов, чтобы уйти от реальности, чтобы просто тупо нечего дома делать скучно. Как и везде, вот алкоголизм, спиртной, это огромная проблема во всем мире вот этого карантина, люди начинают пить, потому что просто тупо страшно, потому что не хочется верить в то, что происходит в эту реальность, чтобы убежать от этого, забыться. Кто раньше пил, они продолжают пить, да, но появились, скажем так, новые употребляющие люди. Откуда я это знаю? Это я заметила практически на вторую неделю карантина, когда у людей вот ремонтом они уже насытились, они начали скупать алкоголь. Каждого второго в тележке в магазине, сейчас все покупают в основном тележками, а не прийти один пакетик молока, один пакетик макаронку, пятилища, что-то. Нет, все покупают тележками, конкретно раз выходит там в неделю или в три дня в магазин. Так вот, в тележке у каждого второго, но это, скажем так, в моем районе, у меня далеко один таких скульптурных мест, даже здесь у каждого второго в тележке это упаковка пива, там, не знаю сколько, 6-10 бутылок, я их не считала. Пару бутылочек винишка, у другого у кого-то бутылочка коньячка или бутылочка хеннесси какого-нибудь. Кто-то сразу по жестяку идет рак и покупает, а не свою водку турецкую. То есть алкоголь в корзине каждого второго человека. Практически каждый третий из моих знакомых, которые раньше не употребляли, у которых был алкоголь, ну по случаю там, да, они купили, гости там пришли, выпили винишка. У них винишка стала дома регулярным напитком в холодильнике. У всех есть алкоголь, все запасают, потому что сидеть дома скучно, глупо, тупо, тратится время, что делать, походы от дивана к холодильнику и от дивана, собственно, за бутылочкой винца. Знаете, люди начали пить. Такого, чтобы там увеличились семейные скандалы, драки, среди моих соседей этого особо не слышу. Такого, ну там, крики в плане алкогольного опьянения, там полиция, что-то у нас таких вот по соседству ничего такого не наблюдала. В сетях потихоньку культурно побыхивают дома, так бы я это назвала. Но алкоголь в корзинах покупательских я вижу постоянно, каждый раз, когда я бываю в магазине, рядом со мной есть кто-то, кто покупает алкоголь. Раньше такого вообще не было. Раньше, я не знаю, может раз в месяц я могла увидеть где-то там на ленте у кассира рядом со мной, чтобы кто-то покупал алкоголь, и, как правило, покупают много, например, там бутылка вината, то есть это ждут гостей, отмечают день рождения, какой-то повод, короче говоря, есть. Это бывает, ну, не каждый месяц. Есть, конечно, кто-то побыхивает дома, но все равно, чтобы так массово скупать алкоголь, это было редко. И полки алкогольные в магазинах реально редеют, пусть их конкретно подвозят, все подставляют, но они стали не такие объемные, обширные. Все есть, но всего чуть-чуть поменьше, потому что быстро разбирают. Поэтому люди турки стали бухать, вот и все, просто больше стали пить. Но сразу отмечу, что алкоголь в Турции не дешевый, и побухивают те, у кого есть деньги на это, конечно. У кого денег не было никогда, тот и не начнет пить, потому что тупо на это денег нет, так как сейчас проблемы с работами, со всеми этими делами. Ну, женщины, естественно, все перестирывают, переглаживают, нализывают квартиры. Постоянно у меня из соседка в доме напротив, она практически через день моет балкон, вот эти стекла. У нас был месяц дождя, но дождь прошел, она моет, дождь прошел, она моет. И, конечно, понимаю, что человек просто, чтобы себя занять, от нечего делать, но большинство людей, кто мог себе приглашать уборщиц, этого не делают, потому что это опасно, никто не хочет домой запускать каких-то чужих людей, подвергать себя, в первую очередь, опасности. Поэтому намывают, надравливают балконы, окна, только и видно, какая-то женщина с тряпкой всегда в окне зависает, что-то там протирает и убирает. Обычное дело. То есть женщины ударились в уборку, мужчины в домашний ремонт и побухивают все. У нас вообще, вы обалдеете, скупили нафиг все дрожжи. Уже месяц в любом магазине, вот в ближайшем округе, и бокалы, и сетевые, нигде нет сухих, черт побери, дрожжей. Как-то моя подружка раз купила живые дрожжи, я их уже не видела, когда я за ними пошла. Все стряпают дома хлеб, булки, очма, поача, выпечка, торты и все-все-все-все прочее. Просто уходят тоже в стряпню, не потому что этого нет или на это не денег, надо чем-то себя занять. Даже у меня есть знакомая, она мать-одиночка с девочкой, с дочкой, подростком, и она и то купила себе хлебопечь и начала стряпать дома хлеб. А дочка за фигурой сидит, ну она такая подросток, чтобы не разъедаться особо. Она не ест хлеб, макароны, там картошку такое, овощи в основном. Она говорит, у меня мама, она мне говорит, Галя, у меня мама заколебала, хлебопечь купила. Да мы раньше хлеб никогда в пекарне не покупали, а теперь она каждый день булки стряпает. И ты представляешь, как мне сдержаться, это не кушать. В общем, вот до такого доходит. То есть как-то себя занять, отвлечь, люди придумывают себе такие хобби, занятия. Ну и в принципе, да, чтобы не идти в магазин, не покупать это. Мука, муку тоже разбирают активно в магазинах, но и хорошо ее подвозят. Такого, чтобы я пришла, вообще ни пакета муки в магазине не было крупно, такого ни разу не было. Нет, с этим все в порядке. Я тоже ударилась в стряпню. Что, собственно говоря, еще делать постоянно то безе, рулетики, то какие-то коржики. Тут, я думаю, на них брауни пострянуть, потому что просто занять время не. Стряпня вот это, оно очень помогает отвлечься, мозги свои отключить. И как-то, короче, я забываю о том, что вокруг происходит. Я в это увлекаюсь, и мне становится легче. Так, я думаю, и многие. Еще многие, конечно, всякие, как и в России здесь, популярны онлайн всякие курсы, уроки, онлайн-тренировки по спорту, Инстаграм, всякие прямые эфиры. Ой, да всего-всего навалом, короче. Больше удивляют, конечно, не совсем глупостью какой-то в Инстаграме звезды всякие, но турецкие звезды, певцы проводят также онлайн-концерты всякие, трансляции вот эти. То есть то, на что гораздо развлекают людей, себя, чтобы занять. Но, честно скажу, очень со многих знаменитостей сошла вот эта маска звездности какой-то. Они стали более к людям доступны. Во-первых, у них упали заработки, ни концертов, ничего нет. Во-вторых, они сидят там не накрашенные, не умытые, ну, как бы, скажем так, не супермакияж, а такой домашний, что смогли сами, потому что им всегда лицо рисовали профессионалы, да, кто как смог намазался, сидят там в Инстаграме эфиры ведут, о чем-то, о жизни разговаривают. В общем, или там песни поют и все прочее. Я к тому, что они стали ближе к народу, и вот эта какая-то звездность, с них орел недоступности очень сильно спал. Плюс еще турецкие всякие знаменитости, актеры, ну, в принципе, просто медийные личности, да, все подряд, все, кто какие-то при деньгах и чем-то знаменитым там отличаются, с какими-то заслугами, если так можно назвать, они, очень многие, ударились в помощь, в персональную помощь пострадавшим, пенсионерам, пострадавшим, я имею в семье, кто болеет и все прочее, доставляют продукты, организовывают сборы этих продуктов, сборы, например, денег каких-то пожертвований, потом они покупают продукты. В общем, если вы хотите, вы можете купить продукты, эти вы вообще в интернете, в Инстаграме, навалом вот этой помощи, отнеси продукты, подари им, у них есть пункты сбора, или там принеси денежку им, они купят на эти деньги продукты, в общем, они ходят и разносят, ну, это тоже какой-то пиар определенный, это все очень транслируется в медийных соцсетях, в Инстаграме, на Твиттере это тоже обсуждается. Ну, я за любое добро людям, почему бы и нет, неважно, хотят они на этом попиариться или нет, это их как бы, ну, все равно они людям хорошо делают, я не против, я даже за. Пусть лучше так, чем они просто бы, да, сидели, то есть они стараются свою медийность, какую-то популярность в хорошее русло вести, это очень правильно. Они, знаете, в лужи там доширака купаются, вот это тоже, я не буду, да, переходить на личности, лично меня, как человека, это просто заставляет вот так вот сделать, да. Ну, в общем, это определенные выходки, по культурне, короче говоря, тут немножко с этим делом. Так что, да, люди тоже скандалят, да, тоже вот до развода. Самое мне страшное, жалко тех, кто закрыт вот на этой самой изоляции, на карантин. У нас-то карантин, у нас не самоизоляция, у нас официальный карантин, ЧС в стране. Очень, кстати, печально, когда это несколько поколений, когда с родителями или со с какими-то там свекрами, это тяжело, конечно, мне очень жаль. Девчонки, держитесь. У меня есть подписчицы, которые мне об этом писали, что у них, например, были плохие отношения со свекрами. Они планировали, вообще-то переезжали, разъезжались, а в связи с этой ситуацией им пришлось объединиться вместе. Они вообще сидят там, поэтам друг друга, скажем так, съедают. Очень тяжело в одном пространстве находиться. Это просто дурдом. Девчонки, держитесь, чуть-чуть осталось. Это реально очень тяжело, и мне вас жаль. Но, собственно, многие ударились в самокакую-то реализацию, саморазвитие, какие-то курсы, марафоны, спорт, питание. Тоже в интернете, в Твиттере турецком активно шутки, когда мы разъедимся, мы станем все толстые, из дома будем как колокольчики выкатываться после Рамадана, когда он закончится, и у нас там закончится, собственно, карантин. Ну, посмотрим, что будет. Я думаю, что хорошо будут работать спортклубы, потому что люди попрут сгонять килограммы, и я буду одна из тех, кто пойдет первым. Я никакой изоляции помещений, если люди там чихают, болеют, этого не боюсь. Я буду спокойно ходить спортом, заниматься. Ну, плюс еще в Турции все попрут в всякие курортные зоны, потому что просто скинут стресс и поедут отдыхать. Как только разрешат, все просто все вот так, все из своих домов будут убегать, и хоть куда-то, на какую-то площадку открытую в пространство, к морюшку позагорать, покупаться. Я думаю, что еще будут закрыты границы иностранные, и туристов иностранных будет мало, и будет очень активен внутренний туризм в Турции. Это 100%. С последних денег даже поедут, чтобы просто морально разгрузиться. Как вы проводите карантин? Что у вас интересного происходит? Как вы, какие методы предпринимаете? Чем вы занимаетесь? Жду ваших комментариев по этим видео. Спасибо, что посмотрели. Всем пока. Продолжение следует...